Три года назад, в момент старта начала чемпионата мира по футболу, который проводился как раз на территории нашей с вами любимой страны, внезапно Единая Россия сказала, ребята, давайте мы втихаря поднимем народу пенсионный возраст. Украдем у мужчин и женщин нашей страны по пять лет жизни. Пусть пашут, пусть пашут изо всех сил. Не надо им сидеть со внуками, нянчиться, помогать молодым. Не надо им быть уверенным в завтрашнем дне. Лишим их возможности нормально, спокойно жить в зрелые годы, не надрывая спину, не надрывая другие части тела, когда уже нужно заниматься больше своим здоровьем и внутренним миром, наконец-то спокойно отдохнуть от праведных трудов. Люди тогда решили, что дача это важнее. Люди решили, что можно посидеть, можно что-то подождать. Ну и как бы хрен с ним, пенсионную реформу продавили, приняли, пенсионный возраст был повышен. В этом году власть решила сделать то же самое. Мы один за одним слышим потрясающие решения. Что касается разработки вакцины для детей, которую сразу после выборов, начиная с 15-20 сентября, начнут уже применять на наших детях, на школьниках. Скорее всего, это будет, ну в кавычках, добровольно принудительная, проще говоря, обязательная вакцинация. А вот еще интересный момент. Центр избирком как раз в эти дни, пока значительная часть нашего общества следит за событиями на чемпионате мира, пока у нас власть объявила о том, что да, ребята, вакцинация для всех, кто работает с людьми, для общепита, для фитнес-центров, для госслужащих, чиновников, в общем, значительная доля нашего населения. Для вас, ребята, это все обязательно. Так вот, сейчас Центр избирком проталкивает многодневное и электронное голосование. Члены координационного центра «Гражданский контроль-2021» собрали более 400 подписей не просто граждан. 400 подписей граждан – это, конечно, мало, но это члены участковых и территориальных избирательных комиссий под обращением к председателю ЦИК Элли Памфиловой. Они потребовали не использовать трехдневное голосование на выборы в Госдуму. Подписи и обращения активисты передадут ей 16 июня на встрече в ЦИК с экспертами и политологами. Авторы открытого письма обращают внимание Памфиловой, что наблюдатели и члены комиссии все три дня голосования не смогут исполнять свои обязанности, а без надлежащего наблюдения будет подорвано доверие Конституту выборов. Отказ от трехдневного голосования, по мнению наблюдателей, позволит минимизировать злоупотребление на участках. Несколько десятков подписей членов избиркомов наблюдатели собрали в Москве и Санкт-Петербурге и еще более трехсот в Краснодарском крае. В это же время гражданский контроль опубликовал петицию за отмену многодневного голосования, которая уже набрала более 40 тысяч голосов. Конечно, ни подписи, которые передадут Элли Памфиловой, ни подобные петиции повлиять на эту ситуацию коренным образом не смогут, но мы хотя бы должны озвучивать то, о чем мы все думаем, и не молчать. Лидер КПРФ Зюганов неожиданно жестко прошелся по планам «Единая Россия» фальсифицировать голосование. Обращались ли вы к лидерам других фракций с предложением подписать ваше обращение в Конституционный суд по закону введения задним числом запрета на участие в выборах лиц, причастных к экстремистским организациям? Такие законы свидетельствуют о слабости власти и страхе, охватившем Единую Россию. За последнее время было принято 15 законов, у которых одна цель – максимально закрутить гайки перед выборами, заткнуть рот всем неугодным. В результате вместо диалога и решения проблем мы получаем безудержную агрессивную пропаганду и обострение политической конфронтации. Этот котел обязательно взорвется, если те, кто пять лет издевался над страной, снова окажутся законодателями. Кроме улицы у людей вариантов не останется. Нынешняя власть и «Единая Россия» в первую очередь в самом деле очень жестко расправляются с деятелями оппозиции. Сейчас очередь дошла уже до Максима Леонардовича Шевченко. За ним тоже, что называется, пришли. Следственный комитет начал проверку, обсуждают, что он там какие-то клеветнические заявления сделал в интернете, что-то не так сказал. И сейчас люди, казалось бы, по такой легкой статье, по которой даже сроки не предусмотрены, предусмотрены просто штрафы за клевету, просто штрафы. И тем не менее за клевету Максима Леонардовича могут отстранить от голосования, отстранить от выборов. Почуяли, что партия РПСС может представлять какую-то серьезную опасность. Они, я так вижу, не ведут какую-то глобальную масштабную политическую агитацию, политическую кампанию. Не так много они ярких депутатов выдвигают. На самом деле там как было четыре человека, так и осталось. Но тем не менее даже этих четырех человек в Госдуму пустить не хотят, опасаются. Вот эта история, ну просто, честно говоря, бред. Здесь даже приведен скриншот из документа, мы его чуть позже прочтем. Минюст признал иностранным финансированием Гранд Союза журналистов России. Самарское издание «Парк Гагарина» подало заявление о выходе из перечня иностранных агентов. Минюст провел проверку и обнаружил, что в 2020 году издание получило субсидию от Союза журналистов России, поскольку Союз, в свою очередь, в 2019 году получал деньги из-за рубежа, то его субсидии считаются иностранным финансированием. Аналогичные претензии Минюст высказал в адрес средств, полученных изданием от Торгово-промышленной палаты Тольятти по контракту на освещение деятельности. На этом основании, в исключении списка агентов, Парку Гагарина отказано. Никаких претензий у Минюста ни к Союзу журналистов, ни к Торгово-промышленной палате из-за иностранных поступлений нет. То есть, вдумайтесь, Союз журналистов деньги из-за рубежа получал, но не считается иностранным агентом, потому что, видимо, такая организация и нашим, и вашим. А вот, когда Союз журналистов кому-то передал денежки, те самые, которые из-за рубежа получены, или, может быть, даже другие, то их считают иностранными агентами. Это очень и очень, мягко говоря, странная логика. Установлен факт получения организации опосредованного иностранного финансирования посредством получения субсидии. Союз журналистов России, согласно данным Росфинмониторинга, указанной организации получено финансирование от российских юридических лиц, финансируемых из иностранных источников, в период с октября по декабрь на общую сумму миллион сто шестьдесят три тысячи рублей. Это я просто на голову не налазит. Если мы, конечно, не вспомним о том, что в нашей стране это нормальная практика. Ну, просто представьте себе, какой-то Вася получил денежку от Марка из Лондона. Вася сделал пожертвование. Эти деньги получены от Марка, значит, эти деньги, которые я получаю от Васи, это иностранное финансирование. Это ж какую проверку надо проводить, насколько глубоко надо изучать всех, кто присылает донаты. Это же ужасно. Это удар по всем адекватным здравомыслящим людям, кто еще пытается как-то высказывать свое здравое отношение, мнение о том, что происходит в стране и мире. А вот еще шикарный документ для служебного пользования. Главе администрации города Элиста, главам районных муниципальных образований, уважаемые коллеги, в соответствии с поступившим в администрацию главы республики Калмыкии, письмом от заместителя полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе ВН Гурбы, о недопущении участия руководителей городских и районных муниципальных образований, а также депутатов в мероприятиях, проводимых несистемной оппозицией, просим учесть эту информацию в работе. Информацию о приглашениях несистемной оппозиции и принятых мерах прошу направить до 11.06.21, далее раз в полгода и так далее. Руководитель администрации главы республики Калмыкия Бериков ЧН. Подождите, первый вопрос. Каким образом вы собираетесь привлечь депутатов к работе? Я напомню, что в соответствии с Конституцией наша власть подразделяется на три больших ветви судебная, законодательная и исполнительная. Президент, правительство, губернаторы, администрации, мэры городов, главы районов, те, кто должны что-то строить, что-то создавать, управлять, это исполнительная власть. Они исполняют законы. Законодательная власть, это у нас Госдума и Совет Федерации, региональные законодательные собрания, облдумы, городские думы, муниципальные думы. Вот депутаты, это избираемые в большинстве своем граждане. Депутаты. Никакой губернатор, пал предпрезидента не может указывать депутатам, что им делать, что не делать. Депутаты должны по конституции нашей представлять волю народа. Мы их выбираем, мы их назначаем. Ребята, представляете нас. А тут указывают не только чинушам, но даже депутатам говорят, что делать, что не делать. Это к вопросу о том, соблюдается ли у нас конституция. И это касается, конечно, в первую очередь партии «Единая Россия», потому что у нас произошло такое сращение, благодаря партии «Единая Россия», исполнителей законодательной власти, что вообще-то должен стоять вопрос. А не нарушается ли здесь конституция? Потому что вот такие указы, даже положенные на бумагу, вызывают большие вопросы. Ну и последняя новость из разряда травли оппозиции. Сотрудники ФСБ пытали электрошокером и похитили Сергея Кузнецова, пишет в соответствующий телеграм-канал. Сергея обвиняют в оправдании терроризма, предположительно за репост или комментарий, который он оставил несколько лет назад под постом о взрыве в здании ФСБ в Архангельске. Вдумайтесь, он комментарий написал несколько лет назад, к нему только сейчас пришли. 9 июня в 5 часов утра на дачу в Московской области ворвались люди в масках и с автоматами. По утверждению полиции, это были сотрудники ФСБ. В тот момент в доме находилось 4 человека, всех сразу скрутили и, не представляясь, без всяких юридических оснований, начали проводить обыск, переворачивая весь дом вверх дном. Никаких постановлений о разрешении обыска в жилище сотрудники не предъявили. Сергея начали допрашивать с применением пыток электрошокером. Присутствующие ребята слышали вопросы силовиков о каком-то комментарии во ВКонтакте. После допроса Сергея увезли в неизвестном направлении, а свидетелей в районное УВД, где продержали 3 часа. К свидетелям было также применено физическое насилие. Дом был разгромлен, сотрудники изъяли ценные вещи, более того, исчезли денежные средства. В тот же день в 7 утра 10 сотрудников полиции пришли с обыском к матери Сергея. В ходе обыска были изъяты технические средства, роутеры, аксессуары и коробки от телефонов. Сотрудники сообщили, что расследуют дело 2018 года о самоподрыве Михаила Жлобицкого в здании ФСБ в Архангельске. Якобы Сергей виноват в оправдании терроризма. Ой, дорогие друзья, вот что не новость, то пробитие нового дна. Если человек 3 года ходил на свободе, новых никаких преступлений за ним не числится. Он не ходил по рынку, не покупал какие-то там, не знаю, материалы для изготовления самодельных взрывных устройств. А перечень подобных материалов, он прекрасно известен и силовикам, и даже просто любителям всяких таких опасных игр. Есть такой разряд граждан, кто любит на дачу поехать, в лес уйти, что-то там повзрывать. Такие пироманы, знаете ли. Это все вещи известные. Или он, может быть, пытался в интернете найти незаконных продавцов оружия. Или просто вступил в общество охотников и рыболовов вот так вот внезапно. Начал изучать новости, где передвигаются какие-то чиновники. То есть начал что-то готовить, реально замышлять. Нет! Просто один факт. Комментарий ВКонтакте. Какой-то неправильный. Но если человек за три года ничего нового не сделал, может быть, не надо его трогать? Или просто вызовите на допрос. Зачем высылать отряд ФСБшников, отряд какой-то там жесткой зачистки, задержания? Вам что, ресурсов девать некуда? Все эти люди вообще-то получают зарплату. Из нашего кармана получают из бюджета зарплату. На это все тратятся деньги. Это серьезные процедуры, серьезные операции. Это просто бред. На мой взгляд, вообще за репосты, за лайки, за комментарии в социальных сетях, если должно быть какое-то наказание, то по нему должен быть жесткий срок давности. Например, год, если за год комментарий никого не оскорбил, ни к чему не привел. Человек, может быть, там по пьяни что-то написал. Мы знаем нашу страну, что у нас часто многие дела делаются, особенно нехорошие по пьяни. Человек, может быть, сам не помнит, что он это сделал. Какой-то отряд ФСБшников. Но это просто настоящий бред. Вот настоящее преступление, когда у нас вместо настоящих выборов, вместо голосования многодневочку хотят сделать, электронное голосование, это никого не волнует, кроме оппозиции. Оппозиция вообще враги народа. Получили какое-то финансирование, все. Ребята, до свидания. Это отвратительно, вы не имели права таким заниматься. Что думаете, высказывайте в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты. Мне кажется, что весь этот бред, который сейчас вокруг нас происходит, будущее, победа Единой России, люди уже не проглотят. Как сказал Зюганов, другого выхода, кроме улицы, просто не останется. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok